Всем доброе утро! Ну что, пошлите на море? Вчера мы, конечно, классно погудели. Сегодня нужно поплавать на сапах. Я беру сап, да? Виталий, ну конечно. Тогда ты должен взять весло. Я не понесу весло, ты что, ты неси все. Или ты делаешь так, как я сказала, или нас ждет бесконечная череда споров, скандалов, обид и унижений, и ты все равно делаешь так, как я сказала. Выбирай. Так. Вот, все ты можешь. Вчера-то хорошо мы посидели с ребятами. Мне открыть надо. О боже, ты что, без меня вообще никак? Сейчас я открою дверь. У нас туда замок. Все, и закрывать я буду? Вылазит, вылазит. Слушай, ты не мог бы взять у меня что-нибудь? У меня очень тяжело. У меня телефон. Мне надо... Вот это я не могу нести. Сложно так. Нет, подожди, может тебе в карманы можно положить. Ну, куда-то еще. Это вот дворик, который мне больше всех здесь нравится. Я к нему сейчас вот так загляну. Наверное, ничего за это не будет. Все приближе. Вот так там. Такой класс у них, там такой уазец клевый. Ладно, нельзя так делать. Нельзя себя доквести. Киталья будет меня ругать. Ну, вот цветокупальник и платье. Такой наборчик красивый. Вам бы понравился, если бы меня увидели на улице. Привет, собака. Привет. Виталий, она меня укусила бы, наверное, если бы хотела, да? Хорошо, что она не захотела меня кусать. Ходи, вроде тебе ни одна собака сроду не кусала. Голубу кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи. Это дурость. Минутка и мы уже на море. Вот у нас есть такое преимущество. У нас есть арка. Ну, что же ты остановился-то, а? Ты же так хорошо шел. Я видел, самодолго я не буду. Ты сейчас врежешься в мост и сломаешь его. Чего делать нельзя вообще. Поезда все станут. И никто не приедет в Сочи, потому что Виталик сапом сломал арочку. Привет. Как тебя чувствуете после вчерашнего? Виталик, вообще-то тут сейчас будет в бизнес и попер вы. Посмотри, сколько желающих прокатится. Вот идет, например, женщина. Вон лежит. А вот это, посмотри, что бы. Сейчас бы не арендовала бы сап? Мне кажется, очень бы даже хотела. Тут столько желающих. Сейчас еще найду. Ну вот парочка. Слушай, у нас даже 4 сапа бы и не хватило. Посмотри, сколько здесь желающих. Инструктаж. Ты рукой держишь вот так вот. Делаешь вот эту шкушку, она получается не резиновая. При входе в воду ноги держим вместе, колени не сгибаем, носки натянутые. Пошли, пошли кататься. Бояться нечего, потому что кататься очень прикольно. Прям кататься интересно и виды впечатляющие. Тут главное правильно стоять и держать баланс. И началось. Красиво, говорит, меня поснимайте только. Я тоже хочу на сапе поплавать. Ребята, как классно разместились. Посмотрите, с палаточками. Навесик. Очень здорово. Нам часто сюда приезжают, как на кемпинг, с палаткой. Потому что под дерево, под одну. И вот здесь есть еще одно дерево. Вот под этим деревом тоже два инжира. Здесь тоже часто останавливаются с палатками у нас. Я если буду падать, а мой телефон под водой снимает? Так он же утонет. Ты в интернете кадра не убьешь. Пойдем. Не знаешь? Давай не думать об этом. Если ты будешь падать. Вот прям два метра спишься. Ну да. Классно. Что здорово с ним? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Санечка, снимаешь? Санечка, снимаешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какая хорошая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Приезжайте к нам, к гости, берите у нас Сапу в аренду. Я, видите, решила прорекламировать бизнес все-таки Виталика, он меня покатал бесплатно по бартеру, реклама по бартеру, он меня катает, я его рекламирую. Смотрите, как с моря классно прийти домой. Посмотрите, как здесь хорошо, здесь всегда тень у нас во дворе, сейчас будем все обедать, а потом все поедем. 33 валя-паля, в классиках прохладно, хорошо, суперски. Я говорю, сейчас похоже на управляющая со сватов, помните, которая за Митяя потом вышла замуж, вот она. Извините за прямоту, но вы сейчас похожи на... На кого? На древнюю царицу. Не вертите? Да я не вертю, честное слово. Ты, получается, на Митяя? А что, нет, ты на Митяя не похожи, посмотри. Гляньте, Митяй. Как тебе такой костюм? Скажи, он легкий, клевый, да? Че ты как модель не можешь? Ты его хочешь забрать? Нет, ты должна еще покружиться. Или что? Вот, посмотрите, я говорю, наряжайся в мой костюм, это муслин. Вот, чтобы вы понимали, что я не обманываю вас, что я производитель костюмов, что у нас такие модные, классные костюмы. Просто нужно просто зайти в наш инстаграм и посмотреть вещь на ассоциумен. Мне кажется, что мне надо, да? А почему ты в коротком кимоно? А что тебе больше нравится, шорты или штаны? Штаны, я тоже люблю штаны. Да, прикольно. Мне нравится длинное кимоно наше и вот эти штаны. Кажется, супер. Длинное тоже, кайф. Вообще, кайф. Все супер, сейчас сделаю фоточки классов. Ну что, ребята, готовы ехать на водопады?